Здравствуйте, меня зовут Антон Клевцов и я трейдер. Сегодня я расскажу вам о том, как определить, кому доверить деньги на фондовом рынке, если вы не хотите самостоятельно решать, какие именно активы покупать. Но прежде чем приступить, я хочу рассказать о том, как готовился к записи этого видео. Обычно я смотрю, какая информация уже есть в интернете и стараюсь рассказать что-то, чего еще нигде нет. Так вот, я изучал, куда же предлагается вкладывать капитал. Особенно впечатлила меня в статьях, где предлагают вложиться в сублимированную печать, бизнес на пчелах или убаюкивающие игрушки. Классно и местами забавно. Я даже не думал, что в мире столько возможностей для обладателей весьма скромных капиталов. Но меня, конечно, интересовала тема фондовых рынков и по этой теме очень интересная информация нашлась в статье журнала Тинькофф. Плюсом инвестирования отнесли невероятные доходности, которые дает фондовый рынок. В качестве примера привели акции Apple, которые выросли с момента своего размещения в 500 раз. В качестве минуса автор сравнил такие инвестиции из казино, и я с ним согласен в отношении активных спекуляций без каких-либо знаний. Но если речь идет о долгосрочном портфеле на долгие годы, то это уже совсем не казино. А если пользоваться услугами проверенных советников, аналитиков и управляющих, то вполне можно добиться результатов не хуже, чем рост акций яблочной компании. Кому можно доверить свои инвестиции? Управляющие физические лица, вам счета, автоследования, боевые инвестиционные фонды, консультационное управление, доверительное управление, структурные продукты, хедж-фонды. Выбирая место для размещения средств, вы столкнетесь с такими параметрами, как минимальная сумма инвестирования, плата за оказание услуги и доходность. Чем ниже входной билет, тем ниже качество услуги по управлению активами. Часто вы сможете столкнуться даже с мошенниками, но в этом видео я о них говорить не хочу. Важно понимать сторону управляющего. Попробуйте посчитать, сколько он заработает, управляя вашими деньгами. Если слишком мало, то это повод задуматься. Никогда не смотрите на стоимость оказания услуг в отрыве от доходности. Если вам предлагают инвестировать с доходностью 100% годовых, считайте, сколько получится после уплаты комиссии управляющему. Возможно, вы окажетесь даже в минусе. То же самое работает и в другую сторону. Может быть, управляющий заберет 90% прибыли себе, а вам останется только 10. Но при этом ваша доходность составит 50% годовых. Это очень хороший процент. И не важно, что вы заработаете лишь небольшую часть от общей прибыли. Нормальная ситуация для лучших фондов, когда управляющий забирает до 50% от общего дохода. Возможно, самый главный момент в инвестировании редко понятен неопытным инвесторам, зато поймут предприниматели. Выбирая объект вложений, смотрите сначала на риск и только после этого на потенциальный доход. Думаю, вы понимаете, что потенциальный риск должен быть ниже потенциального дохода минимум в два с лишним раза. Если вы слышите от управляющего о полном отсутствии рисков, переспросите его. Без рисковых вложений не существует. Даже размещая деньги на депозите в банке, где доход вроде бы гарантирован, вы принимаете риск банкротства банка. Часть ваших средств гарантирована государством, но не вся. Да и кто сказал, что государство не банкротится? Грамотный управляющий расскажет обо всех рисках, если вы попросите об этом. Некоторые просто не делают этого, ибо риски – это отдельная тема, и о них можно рассказывать не меньше, чем о стратегии управления, мани-менеджменте или риск-менеджменте. В отношении доходности стоит убедиться, что она регулярно публикуется, а управляющий не имеет возможности менять ее задним числом. Еще лучше, если доходность аудирована. В следующем видео я расскажу вам о том, кому доверить деньги на фондовом рынке, если вы не хотите самостоятельно решать, какие именно активы покупать. Подписывайтесь на канал, ждите следующих видео. Пока! Друзья, приглашаю вас на ежемесячный курс «Финансовые рынки и системный трейдинг». Пройдя этот курс, вы будете полностью готовы к первым самостоятельным шагам в торговле на любых рынках – от валют до товаров и акций. В первую очередь он будет интересен тем, кто твердо решил взять под полный контроль будущее своих финансов, желает научиться работать с ценными бумагами и зарабатывать инвестициями в них. Я потратил на изучение рынков и трейдинга много лет. Используя мои знания и опыт, у вас есть возможность существенно сократить этот путь. Начав сегодня, вы будете благодарны себе в будущем. Подробная информация об обучении тут или в описании к видео. До встречи на занятиях, друзья!